Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф! Сегодня мы поговорим о феномене регенерации конечностей у животных. Возможность восстановления потерянных частей тела – это не только интересный научный факт, но и невероятный пример выживаемости в природе. Некоторые существа могут восстановить не только хвосты или лапы, но и другие органы, что поражает своей уникальностью и у многих вызывает удивление. Ящерица, морская звезда, земляной червяки, даже китовая акула. Это далеко не весь список существ, способных вырастить конечность. Давайте вместе изучим, какие животные обладают этими удивительными способностями и как это происходит. Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир регенерации. Ящерица. Многие виды ящериц обладают суперсилой. Они могут вырваться из лап хищника, оставив ему на память лишь часть своего хвоста. В случае нападения животному легко удается отбросить хвост, а если опасности нет, то он крепко держится на месте. Способность оставлять хвост осуществляется при помощи сложного физического механизма, исследованиями которого ученые занимаются до сих пор. Доподлинно известно, что отрыв хвоста всегда идет не в разных местах, а по одной из специальных линий, что делят его на сегменты. После утраты этой части тела ящерица не страдает от чрезмерной потери крови, ведь в ее венах есть специальные клапаны, не пропускающие воздух, а в хвостовой артерии – запирающий сфинктер. В статье, опубликованной канадскими учеными в Journal of Comparative Neurology, указано, что спинной мозг ящериц тянется через хвост. Также в хвостовой части было обнаружено скопление нейтральных стволовых клеток и необходимых для их роста белков. Именно они позволяют ящерицам отращивать новые хвосты. Быстрее всего эту конечность регенерируют гекконы всего лишь на протяжении 30 дней. Земляной червяк. Наверняка вы с детства помните, что если разрезать дождевого червя пополам, то получится два червяка. Поспешу вас разочаровать, это не так. Из двух половинок выживает лишь одна особь – та часть, у которой осталась голова. Внимательно посмотрите на это существо. Его тело состоит из сегментов, число которых варьируется от 80 до 300. Возле одного из концов можно заметить утолщение, так называемый поясок. Он всегда находится ближе к голове. Если вы разделите червя на две части так, чтобы поясок остался на стороне головы, то эта половина сможет жить дальше. Более того, со временем она отрастит себе новый хвост и будет чувствовать себя, как ни в чем не бывало. Второй половине повезет меньше. Она неминуемо погибнет. Хвост не сможет восстановить жизненно важные органы и существовать отдельно. Даже если рана затянется, то на месте головы с ртовым отверстием появится еще один хвост. Организм не сможет питаться и попросту погибнет от голода. Речной рак. Это забавное существо встречается практически в каждом пресном водоеме с чистой водой. Тело рака покрыто твердым хитиновым панцирем, пропитанным известняком, который придает ему еще больше прочности. Панцирь защищает нежное тело животного от механических повреждений. Рак – живое существо и ему свойственно расти. Но его жесткая броня не увеличивается в размерах, поэтому животному приходится менять ее на более просторную. Процесс линьки у взрослых особей происходит раз в 4-5 месяцев, но не всегда проходит гладко. Порой рак, не будучи в силах освободить свою ножку или клешню из старого панциря, может попросту оставить ее. И нет, он не будет покалечен до конца жизни, ведь вскоре на ее месте появится новая конечность. Молодые особи способны отрастить утраченную часть тела за один цикл линьки, а взрослые – за несколько. Еще, если вы поймаете рака за клешню, то он может отломать ее при помощи особого мускульного усилия. Это так называемое спасательное самокалечение. Вот почему попадаются раки, у которых одна клешня меньше другой. Морской паук. Эти морские членистоногие животные на вид напоминают обычных наземных пауков. Они встречаются во всех морях и практически на всех глубинах. Морские пауки успешно регенерируют утраченные и конечности, и другие части тела. Новые исследования немецких ученых Берлинского университета Гумбольта показали, что после ампутации некоторых частей тела эти существа сумели отрастить их обратно. Исследователи были шокированы, когда пауки смогли полностью либо частично вернуть себе заднюю часть кишечника, задний проход и даже репродуктивные органы. Открытие было опубликовано в журнале Proceedings of National Academy of Sciences. Биологи надеются, что изучение этого механизма регенерации поможет в исследованиях процесса восстановления потерянных конечностей у людей. Правда, такие ошеломляющие результаты показали только молодые особи. У взрослых пауков не было признаков регенерации, но некоторые из них были живы еще спустя несколько месяцев. Тритон. Эти земноводные животные семейства саламандр славятся своими исключительными навыками регенерации. Восстановить утраченные ткани, конечности, хвост, органы и даже хрусталик глаза проще простого. Особенное внимание ученые уделили глазу животного. На протяжении 16 лет биологи из Дейтонского университета в США наблюдали за тритонами. Исследователи множество раз удаляли хрусталик глаза у амфибий, и каждый раз животные успешно его восстанавливали. После заживления роговицы, надрезанной при операции, линза возвращалась на место в течение дня. Под конец эксперимента под опытным тритоном было по 30 лет, что на 5 лет больше, чем их средняя продолжительность жизни в природе. Но и хрусталик восстанавливался так же быстро, как и в молодости. К тому же, как отметили в журнале Nature Communications, восстановленные хрусталики практически ничем не отличались от хрусталика амфибии, никогда не переживающей регенерацию. Моллюск сакоглосса Получить способность этой улитки мечтал бы каждый средневековый человек. Еще бы! Тебя казнил палач, но вскоре голова отрастила себе новое тело, и жизнь продолжается. Но у людей такое невозможно. А моллюски сакоглосса могут отрастить себе тело после отделения головы. Впервые эту суперспособность заметили ученые из Женевского университета Нары в Японии. У одного из моллюсков, что находился в лаборатории под наблюдением, отделилась голова от тела. Вопреки ожиданиям, существо не погибло, а спустя три недели отрастило себе новое тело, как ни в чем не бывало. А вот тело регенерировать голову не смогло. Но почему улитка потеряла тело? И как ей удается отрастить 80% отделенной плоти? Ученые считают, что благодаря питанию водорослями, хлоропласты накапливаются в организме моллюсков, позволяя им выживать и регенерировать конечности за счет питания фотосинтезом. Но отрастить тело могут лишь молодые особи. И то не более двух раз за жизнь. Китовая акула Самые крупные рыбы планеты смогли удивить не только своими размерами, но и удивительной способностью к регенерации. Первым делом ученые из Саудгемптонского университета обратили внимание, что даже глубокие раны на теле акул заживают с фантастической скоростью. Каждая особь отличается по уникальному окрасу, который не повторяется у двух разных акул. По фотографиям, сделанным туристами и другими учеными в двух регионах Индийского океана, исследователи отследили, как на протяжении нескольких недель у животных затягивались серьезные травмы. Даже своеобразные рисунки восстанавливались вместе с поврежденной кожей. Но главным сюрпризом стало то, что у одной акулы отрос частично откушенный плавник. Это был первый задокументированный подобный случай. Исследования продолжаются по сей день. Ведь полное понимание механизма работы организма этих исчезающих гигантов поможет сохранить популяцию хищников. Гидра Это маленький беспозвоночный кишечно-полосный организм, обитающий в пресной воде. Гидра представляет собой студенистую трубку, снабженную ротовым отверстием, желудком, короткой ножкой у основания, которая выделяет липкое вещество для крепления к поверхности. И жалящими щупальцами. Это существо ближе всех на Земле подошло к раскрытию секрета бессмертия. Его почти невозможно убить. Если гидру разрезать поперек на несколько кусочков, то каждая часть восстановит голову и ногу, сохраняя исходную полярность. Да что там. Целый организм может регенерироваться из кусочка щупальца или крошечной части тела. Ученые из Израильского технологического института выяснили, что тело восстанавливается благодаря сети белковых волокон, которые направляют деление новых клеток. А фрагменты тела содержат память о том, где должна находиться нога и голова. Сенсационная статья была опубликована в журнале Cell Reports. Морская губка. Это тип водных многоклеточных животных, ведущих прикрепленный образ жизни. Это простые организмы, у которых отсутствует центральная нервная система, мозг, да и вообще целостные органы. Разные виды губок могут жить от нескольких месяцев до десятков и сотен лет. Животные занимаются фильтрацией воды, которую пропускают через свой организм путем сужения отверстий. А еще они превзошли все известные многоклеточные организмы по способности к регенерации. Если взять и пропустить губку через мясорубку, то из каждой грудочки фарша получится новая полноценная особь. Более того, ученые брали несколько видов губок, перемалывали их в кашу, смешивали и помещали в воду. И что вы думаете? Частички собирались в группы по видам и снова возвращались к жизни. То есть клетки разных животных не берут участие в строительстве одного организма, а находят своих. И, конечно же, мы не можем не упомянуть Аксолотля. Но узнать побольше об этом чудо-животном и его фантастических способностях вы можете в этом отдельном видео. Переходите по ссылке и знакомьтесь поближе. На этой прекрасной ноте наше видео подходит к концу. Делитесь с нами в комментариях, какое существо и его способность к регенерации впечатлила вас больше всего.